Продолжение следует... Прежде чем мы начнем, я бы хотела представить наших гостей-спикеров. Это Борис Валентинович Зингерман, генеральный директор Ассоциации разработчиков-пользователей искусственного интеллекта в медицине, национальная база медицинских знаний. Это Карен Казарян, директор по аналитике анонс-цифровой экономики. Это Юлия Серяпина, начальник отдела методологии информатизации здравоохранения Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Филипп Горкавенко, заместитель начальника отдела методологического обеспечения и оценки технологий здравоохранения Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России. Наталья Вадимовна Ушакова, генеральный директор Ассоциации Больших Данных. Мне бы на самом деле хотелось бы начать прежде всего с того, что сегодня мы будем говорить о цифровых технологиях, искусственном интеллекте. И, соответственно, в том числе данных, которые являются так называемым топливом для развития технологий и искусственного интеллекта в медицине. Нужно сказать, что ценность медицинских данных всегда осознавалась с врачами и учеными. И часто порождала определенную конкуренцию в части их использования в научных работах. Сейчас же на фоне успехов искусственного интеллекта и машинного обучения, когда это стали не только игры в гоу, но что-то большее, это уже внедрение в такие чувствительные отрасли экономики, как медицина и общеполезные другие направления, и ценность таких данных возросла многократно. И осознавание этой ценности подстегивало еще и развитие в технологиях. Если сейчас мы посмотрим вообще, как обстоит ситуация на рынке, мы увидим, что больших массивов данных очень много. Так же, как и цифровых технологий, которые развиваются на рынке и которые попадают на рынок и реализуются. И в том числе на базе искусственного интеллекта. Однако нам нужно понять, что же мешает все-таки реализовывать полный потенциал этих данных и насколько можно дополнительно увеличивать ценность этих данных при использовании в таких чувствительных сферах общеполезных, как медицина. И вот в связи с этим я бы хотела передать слово Борису Валентиновичу Зингерману и спросить вас, как вам видятся наши, именно в России, возможности по введению медицинских технологий на рынок? Какие вообще сегодня существуют барьеры и есть ли они сейчас? Потому что, как я уже сказала, данные есть, технологии есть. И что же, доступ в связи с вступлением в силу уже постановления правительства 140-го тоже есть, вроде как доступ тоже есть. Что мешает или мешает ли? Может быть все хорошо и мы вообще впереди планеты всей. Передаю слово. Да, спасибо большое за слово. И, конечно же, если так посмотреть, действительно у нас все есть, казалось бы. Но когда ты в этой сфере работаешь, то ты понимаешь, что больше всего-то есть барьеров, которые мешают тебе как-то реально всю эту историю использовать. И вы здесь отметили несколько вопросов и направлений. Ну, первый вопрос, безусловно, касается данных. И в истории с данными я хотел вот просто вот вчерашнюю историю рассказать. Параллельно с нами идет такая наша ежегодная профильная конференция, которая уже в 20-й раз проходит на такой выставке Медсофт. И я вчера там вел секцию, и в этой секции выступали две компании, которые представляли очень красивые такие развернутые сервисы бизнес-аналитики, показывали шикарные дашборды. И одна из этих компаний сказала, что вот мы являемся в первую очередь подрядчиками Министерства обороны, мы делали для них ситуационные центры, дашборды в таких ситуационных центрах, решили попробовать себя в здравоохранении. Вот наши первые результаты. И я ей по окончанию задал вопрос, который всю отрасль очень волнует на самом деле. Я спросил, а вот по вашему опыту, что сложнее реально, защищать гостайну или персональные данные в здравоохранении? Знаете, какой был ее ответ? С гостайной справиться легче. Вот это меня немножко удивило, но иногда это кажется похожим на правду, потому что сегодня вопросы, связанные с защитой данных, они представляются очень сложными. И мы с вами с этой ситуацией сталкивались в первую очередь, когда в «Аноцифровая экономика» мы рассматривали проекты экспериментальных правовых режимов, в том числе экспериментальных правовых режимов, связанных с обработкой данных. На сегодняшний день ни один из этих режимов не утвержден. И более того, с каждой следующей итерацией он становится все менее экспериментальным и все более правовым, скажем так, но все менее полезным. И в этом смысле вот следующий докладчик, у которого была другая система BI, они показывали, какие замечательные дашборды можно было делать для региональных органов управления здравоохранения. И она сказала, вот мы можем сделать, ну, например, вот графики смертности в разрезе вероисповедания. На что я тут же спросил, а где вы в системе здравоохранения найдете вероисповедание? И кто вам разрешит производить обогащение данных, которые, безусловно, было бы интересно, связанные там, не знаю, с погодой, с местоположением, с покупками? Мы же с вами в рамках экспериментального правового режима столкнулись с тем, что вопросы, связанные с обогащением данных, были полностью исключены. И вот, я думаю, Наталья Вадимовна со своим экспериментальным правовым режимом по дистанционному обследованию водителя расскажет, что тоже, на самом деле, в этой ситуации, в которой обогащение данных из других источников могло бы очень сильно улучшить ситуацию. Но мы не можем производить такое обогащение данных, особенно в связи вот с действующей практикой, принятые по закону о персональных данных. И вот в отношении данных, как мне кажется, ситуация с каждым днем у нас становится все хуже и хуже, потому что руководители здравоохранения все больше и больше им рассказывают о защите данных. И они все более и более запуганы. И им кажется, что предоставление каких бы то ни было данных, в том числе и обезличенных для научных исследований, становится все более и более сложным. И я не знаю, на самом деле, где выход из этой ситуации. И вот, скажем, то 140-ое постановление о правительстве о единой государственной информационной системе здравоохранения, о которой вы упомянули, вроде бы как бы должно было решить эту проблему. То есть в постановлении четко указано, что, скажем, вот такой инструмент, как интегрированная электронная медицинская карта, это федеральный ресурс, где должны аккумулироваться данные, причем в обезличенном виде, о фактически всех медицинских документах нашей страны, ну хотя бы в перспективе. Уже сейчас туда поступает довольно много данных. Но получить оттуда какие-то данные абсолютно не представляется возможным. И более того, в том же постановлении определена платформа по организации датасетов для искусственного интеллекта. И как бы вот, ну, читая постановление, нам казалось, что на этой платформе будут формироваться датасеты из этих вот скрининговых потоков медицинских данных, которые в реальном здравоохранении образуются. Но потому... Сегодня эта платформа запущена, она, безусловно, очень интересная и выглядит перспективной. Но в ближайшие... Вот то, что на ней уже сегодня есть, и то, что будет в ближайшей перспективе, это будут очень специальные датасеты, которые поручено разрабатывать на МИЦАМ, национальным медицинским исследовательским центром, то есть крупнейшим федеральным медицинским организациям, которые будут собирать датасеты по, ну, скажем так, достаточно редким и достаточно сложным заболеваниям, размечать их и предоставлять для использования. При этом сегодня мы понимаем, и мы знаем этот запрос от разработчиков системы искусственного интеллекта, что основная потребность, это скорее скрининговое исследование. То есть когда в большом потоке нужно отделить, условно говоря, норму от ненормы, но при этом обучать их на датасетах очень сложных людей с большим количеством осложнений достаточно бессмысленно. И вот этот вопрос, который в рамках нашей ассоциации обсуждался, даже один из наших коллег сделал очень хороший доклад на эту тему, что когда мы планируем какие-то системы искусственного интеллекта, мы должны понимать, где, в каких условиях они должны работать, и, соответственно, готовить данные, которые соответствуют этой информационной среде. То есть если мы будем обучать систему искусственного интеллекта, скажем, на компьютерных томограммах, которые сделаны в федеральных центрах, на самом современном оборудовании, самыми высококлассными специалистами, не знаю, сможет ли этот искусственный интеллект быть использован в рядовых скрининговых условиях, в нефедеральных центрах, в потоке пациентов с другими, скажем так, характеристиками. Вот об этих проблемах нам все время приходится думать, и я думаю, что они будут решены, но как бы всегда у профессионалов, когда мы чем-то начинаем заниматься, проблем всегда больше, чем решений, и поэтому сегодня хотелось бы скорее о проблемах поговорить. Ну, спасибо, Борис Валентинович. На самом деле, действительно, такой вопрос экспериментальных правовых режимов, когда вопрос согласия, ту же обработку персональных медицинских данных представляет собой дополнительные сложности при реализации того же механизма аккумулирования датасетов и, соответственно, обезличивания их, соответственно, аккумулирования и обработки, и соответствующее уже использование их для исследовательских целей, и это, конечно, представляет собой как определенный регуляторный барьер, решение которым нашли за рубежом, и это радует, что в мире, например, в той же Южной Корее была принята запущена цифровая песочница, которая упрощала порядок получения согласия персональных медицинских данных как раз-таки для, собственно, целей, обозначенных для развития, для общеполезных целей, для развития искусственного интеллекта в медицине, и вот это, на самом деле, очень здорово, что в мире появляется такое направление смягчения, что ли, порядка обработки таких данных. И здесь я бы хотела представить, наверное, предоставить слово Карену Казаряну. Мы на нашей площадке «Ана цифровая экономика» готовили два аналитических доклада, которые были, соответственно, направлены на изучение искусственного интеллекта в медицине и на регулирование обработки медицинских данных. Вот, Карен, расскажи, пожалуйста, какие основные тезисы были из этих докладов выявлены, в каком направлении нам, может быть, следует двигаться в этом смысле по направлению более императивного подхода, ужесточения этого порядка обработки данных или все-таки к более такому мягкому подходу, который там, например, даже Южная Корея. Спасибо. На самом деле я тут еще добавлю, что до этого был еще ряд работ, которые так или иначе были связаны с данной темой. Когда мы изучали рынок отечественных решений искусственного интеллекта для взаимодействия, в общем, достаточно быстро пришли к выводу, что это чуть ли не одна из самых быстро развивающихся предметных областей и в России, и по числу реальных внедрений, подтвержденных кейсов, что, наверное, отрадно. Я помню всего там несколько лет назад, когда мы делали похожие обзоры, еще чувствовалось какое-то определенное, может быть, недоверие. Сейчас, вот как там тут же Александр Крайнов из Яндекса говорит, действительно, там врач с искусственным интеллектом будет лучше, чем врач без искусственного интеллекта, и это понимание потепенно приходит. Тем не менее, когда мы начинаем разговаривать непосредственно с разработчиками о их каких-то болях, выясняются несколько вещей достаточно быстро. Во-первых, разработчики почти все, ни один из них не обучают на, собственно говоря, безличных датасетах. Они аккуратно подбирают датасеты, работая с клиниками, работая с клиническими испытаниями, там протоколами, потому что это, во-первых, способ обеспечить качество данных, которое не всегда возможно обеспечить, когда ты собираешь их массово, по разным причинам, потому что, к сожалению, там тем же врачам, например, может не хватать времени на то, чтобы там качественно заполнять карточки, чтобы следовать стандартам, чтобы не было мусора в историях болезни, чтобы, короче говоря, время, которое можно потратить на разметку датасета, беря его в безличном виде, часто нивелируется, нивелирует абсолютно любые плюсы от количества этих данных. Второе, что довольно быстро выясняется, что когда безличные данные все же используются, то используются они серии вот шел по улице, пошел датасет. Потому что, естественно, отсутствуют, по большому счету, прописанные процедуры получения таких данных. Более того, специфические данные, такие как данные медицинские, нельзя обезличивать по тем же принципам, по которым обезличиваются обычные персональные данные. Потому что та потеря качества, которая может быть приемлема при обработке датасета для каких-нибудь маркетинговых целей, очевидно, неприемлема при обработке медицинских. Поэтому в мире в основном имеются специализированные правила для обезличивания именно данных медицинских. Разработка такого, в общем-то, приказа, она вроде как есть, ведется, и он даже есть в каком-то виде, но все равно нельзя оторвать, скажем так, общий процесс. Связанный с 152-м фазе от частного, связанного с медицинской тайной и медицинскими персональными данными. Третий момент, который также очень быстро проявляется, это о том, что вопрос как раз обогащения, объединения данных. Я даже не говорю про данные реального мира, о которых любят часто говорить доклады об этом обогащении, но редко когда они реализуются в реальных продуктах, которые внедряются. И тут, наверное, путем было бы как раз создание песочниц или создание специализированных структур, которые, я знаю, еще накладчик рассказывает про датопосредников, которые могли бы брать на себя такую роль по объединению, обогащению данных, при этом забирая на себя и риски раскрытия этих данных, выдавая уже нужный результат. Но тоже пока с такими структурами достаточно тяжело. В Южной Корее, в Сингапуре, в ряде других стран, такие в Евросоюзе, создание таких структур, как минимум, обсуждается на уровне экспериментальных правых режимов, поскольку они позволяют обеспечить обмен данными между различными как компаниями, так и государственными или околокосударственными структурами, а также раскрытие данных для, собственно говоря, исследователей. Этот вопрос тоже скорее качнулся в другую сторону, если несколько лет назад данные для исследователей достаточно широко предоставлялись, в том числе коммерческими компаниями. Сейчас коммерческие компании под общим страхом утечек, штрафов и так далее, доступы эти все в основном прикрывают и просят страховку, просят ввести какое-то отдельное регулирование, по которому они могли бы давать данные на сторону для исследователей. Опять же, есть такие формы, как, например, тот же там Data Act Европейского Союза, где прописывается прямо Data Altruism. В России чаще всего, к сожалению, исследователям академическим приходится сидеть где-нибудь там в кабинете в закрытом контуре без возможности даже выгрузить датасет на флешку. Иначе никак. Мне кажется, что, в общем-то, все эти проблемы, они разрешимые, но они требуют одновременной работы и профильного ведомства, и Роскомнадзора, и Минциферы для единой цели, которую бы, наверное, ну и органов, отвечающих за безопасность, без них уж, к сожалению, никак, которые могли бы быть отработаны как раз в рамках ЭПР, но не отрабатываются. Поэтому, ну, я, насколько знаю, какие-то, в общем-то, идеологические изменения в саму практику экспериментальных правых режимов в этом году планируются. Возможно, с новым законом АБР как-то у нас сдвинется с мертвой точки это дело. Собственно, спасибо, Карен. Я хотела задать такой вопрос, возвращаясь снова к Борису Валентиновичу. Вот Карен сказал, что очень важно иметь в виду в том числе утечку данных, поскольку, ну, это вопрос, который, наверное, является краеугольным именно в вопросах обработки таких данных. И здесь мы должны понимать, что вообще любого рода регулирование, как в рамках ЭПР, потому что ЭПР, экспериментальные правовые режимы, они тестируют правовую гипотезу, и в будущем они все равно будут отражены уже в общем регулировании. То есть любого рода регулирование, и в рамках цифровых песочниц, и в общее регулирование должно ориентироваться на то, что чем выше риск возникновения каких-то негативных последствий, тем жестче должно быть регулирование. И вот здесь интересный момент именно в части медицинской отрасли, что да, действительно есть там риск утечки данных, но при этом и польза от обработки таких данных невероятно высока, потому что все-таки эти данные используются для обработки искусственным интеллектом или алгоритмами, для тестирования новых лекарств, для профилактики лечения, реабилитации. Как вы считаете, где вот этот баланс, где этот компромиссный вариант, который позволит и принести пользу обществу, и при этом, соответственно, не повлечь какие-то негативные последствия? Ну, давайте по-простому посмотрим на этот вопрос. А много ли вы знаете реальных случаев, которые в прессе бы обсуждались, или, не дай бог, дошли до судебного решения? Вопросы утечки медицинских данных, в котором бы этот риск реализовался. Я в России не знаю ни одного такого случая, будем честными. Знаю несколько зарубежных случаев, но они были в первую очередь связаны с всякими медийными личностями. И более того, на одной из конференций по защите персональных данных здравоохранение было названо одной из отраслей, где утечки максимальные. Но что больше всего утекает? Паспортные данные, которые... И именно это представляет риск. А если будем честными, паспортные данные мы защищаем, собираем для защиты персональных данных. Потому что паспортные данные в лечебных документах, как правило, не нужны, но они всегда нужны в согласии на обработку персональных данных. И в этой ситуации мы повышаем риски, правда же? Более того, лет 10 назад, когда я там редактировал один международный ГОСТ по рискам пациентам от цифровых технологий. И там действительно очень хорошая методика оценки рисков была, и приводились очень хорошие примеры. И один из примеров звучал так, что база данных по инфекциям, передающимся половым путем. Ну, понятны риски в небольших общинах, если протекает такая информация, для человека это может быть очень неприятным стрессовой ситуацией. Но при этом, поскольку это в системе здравоохранения, где очень хорошо отработаны вопросы, связанные с защитой врачебной тайны, персональные данные мы защищаем, сколько там, 15 лет, а врачебную тайну мы защищаем 200 лет. И, в общем, это гораздо более отработанная технология. То риск утечки данных из этой базы данных считался небольшим, там, типа класса B, второго класса. Но потом там была следующая оговорка. Но если, в соответствии с правилами Евросоюза, о каждой утечке мы обязаны уведомить хозяина этих данных, то риск становится выше. Потому что в момент уведомления мы создаем для пациента стресс, хотя этот риск, как правило, не реализуется. Таким образом, защищая данные, мы очень часто перезащищаем их, создавая значительно большие трудности для самих пациентов. И в этом отношении, если мы поговорим с людьми просто, ну, мы все же с вами пациенты, мы все с вами как-то участвуем в защите собственного здоровья, давайте сами задумаемся, а вас волнует утечка ваших медицинских данных? Меня лично нет. И более того, если мы правильно поставим вопрос об этих рисках, например, ну вот я многократно задавал этот вопрос, оцените, что вам важнее, чтобы ваш анализ мочи не увидел посторонний человек или чтобы его вовремя увидел ваш лечащий врач. Причем наши методики защиты персональных данных, как правило, приводят к тому, что лечащий врач может не увидеть. И вот если вы в этом балансе это оцениваете, и зададим еще один вопрос. Хорошо, вот система здравоохранения должна тратить на защиту персональных данных определенное количество денег, и сегодня уже достаточно большое. спросите у пациента, сколько вы лично готовы заплатить за защиту ваших персональных данных? Я думаю, ответ тоже будет ноль. Будем честны. И понимая все эти ситуации, я думаю, что вот мы с нашей ассоциацией и с рядом компаний, в том числе и одной из компаний, которая пыталась зарегистрировать экспериментальный правовой режим, мы уже два или три года назад предложили механизм, который кажется нам очень эффективным. Это какой-нибудь инструмент донации своих медицинских данных. То есть сегодня каждому человеку понятно, что написать какое-нибудь заявление о донации органов вполне естественно. А почему не написать заявление о донации данных? Я думаю, очень многие граждане, если они получат какие-нибудь минимальные льготы, преимущества, ну вообще хоть какой-нибудь сервис, с удовольствием подарят свои данные для науки, если сформировать такой сервис, который сумеет это сделать грамотно в рамках какой-то общественной инициативы, то мне кажется, это будет и перспективно, и полезно, и эффективно. Но, к сожалению, вот пока за истекшие два года, которые мы эту тему обсуждаем, не нашли инструментов, и, главное, финансов на реализацию, но я думаю, что это не конец истории. Да, и абсолютно не конец. К тому же, вот очень хороший пример донации данных есть и в Великобритании, в Германии, это проект вот тут же Digimi, это очень интересный проект, когда любой субъект персональных данных, медицинских просто данных может предоставить свои данные в обмен на какой-то токен. То есть тоже как вариант, например, донации или какое-то вознаграждение за свои данные, если очень, соответственно, не хочется вознаградить за данные. И мы сейчас поговорили о вообще системе такого баланса, доверия, наверное, даже больше соответственно этой системе цифровых технологий и искусственного интеллекта. И здесь я хотела бы дать слово Юлии Серяпиной, которая расскажет вообще, каковы пути достижения доверия к ИИ. Потому что тоже вопрос не последний, а даже один из самых приоритетных, насколько мы доверяем искусственному интеллекту при вот той же постановке диагноза, поддержке принятия врачебных решений или даже апробации каких-то лекарственных препаратов. Вот, Юля, если можно. Римма, спасибо большое. Я, да, хотела бы начать с такого понятия, о которой Римма упомянула, доверие, так называемое, искусственному интеллекту. Я, с вашего позволения, в некотором роде представляю регулятора в сфере здравоохранения. Мы подведомственное учреждение Минздрава, да, и, соответственно, доверие я бы хотела обозначить, наверное, скорее, как, ну, честно скажу, больше обывательский термин, больше что-то связанное с личным восприятием докторов, работающих непосредственно на местах или управленцев здравоохранения непосредственно медицинских организаций. На самом деле, и это мировая практика, и российская практика, если мы расцениваем искусственный интеллект как медицинскую технологию, если мы регистрируем их как медицинские изделия, да, на сегодня уже регистрационные удостоверения имеют более 20 соответствующих программных продуктов, мы можем и должны, и это естественно, применять к искусственному интеллекту те же подходы, что и к технологиям здравоохранения, то есть к операциям, лекарственным препаратам, и для данных подходов существуют методы, которые называются оценка технологий здравоохранения. Если мы говорим о лекарственной терапии, ну, там, таблетках, скажем, для них в Российской Федерации существует нормативная правовая база по оценке, в частности, для включения в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов существует 781-е постановление правительства, да, по комплексной оценке. Для искусственного интеллекта, для программных продуктов, ну, конечно, нет пока такой нормативной базы. Конечно, еще, наверное, довольно рано говорить о том, чтобы это было принято и на самом высоком уровне, но, тем не менее, такие подходы, на наш взгляд, они нужны, важны и должны быть востребованы. И тогда это будет доверие не просто потому, что, ну, вот так хочется, а это будут вполне обоснованные конкретными цифрами и фактами и данными о безопасности отчеты, сообщения о том, что, да, действительно, данное медицинское изделие, данный программный продукт стоящий нужен системе здравоохранения и мы, соответственно, можем ему и доверять и проверять. Что же касается, собственно, проверки, коллеги говорили уже сейчас о датасетах, о том, как они формируются и о персональных данных, и я также, с вашего позволения, как представитель подведа Минздрава, хотела бы прокомментировать, что, да, действительно, данные, ну, их, может быть, ну, не то чтобы мало, но иногда возникают проблемы с тем, чтобы их получить, они защищены врачебной тайной и некая, некая система донации данных, может быть, была бы нужна, но здесь я уже, наверное, как врач призываю все-таки относиться к этому с осторожностью, поскольку, поскольку, ну, есть, прямо скажем, стигматизирующие некоторые заболевания и состояния, которые, человек может о них не знать, подписаться под донацию данных, а это может быть сложно откатить обратно. И в этом смысле, понимая все эти риски, понимая все, всю социальную значимость этой проблемы, я бы, наверное, высказала мнение о том, что все-таки государство, государственное здравоохранение должно быть хедлайнером развития этой отрасли, ну, и мы с нашей стороны, конечно, в этом плане приложим максимум усилий, как раз-таки потому, что единый цифровой контур, тренд на цифровизацию всеобщую, ну, там, понятно, что сейчас это еще может быть не в том уровне цифровой зрелости, в котором мы бы хотели, но тем не менее это должно быть, как на наш взгляд, тем единым драйвером, хедлайнером, который задаст правила и обеспечит всем безопасность данных, безопасность участников и комфортные условия для работы и развития. Мой комментарий, наверное, такой. Спасибо, Рима. Да, спасибо, Юля. Действительно, как бы вопрос доверенного искусственного интеллекта в том числе включает, на мой взгляд, во-первых, порядок вообще работы и управления большими данными, но еще и, наверное, то, какие исходные данные данные искусственный интеллект используют. И здесь мне бы хотелось обсудить вопрос валидации данных, потому что большой массив данных, да, он существует, на рынке его много, как мы уже несколько раз сегодня об этом сказали, но в действительности какие это данные? Это данные качественные и в том числе некачественные данные, которые могут повлечь за собой при обработке какую-то погрешность в результате. и в связи с этим я бы хотела передать слово Филиппу Горкавенко. Как вы считаете вообще вопрос валидации данных, на какой стадии должен решаться? Есть ли такая проблема вообще на практике, что обязательно все данные, которые будут использоваться при управлении уже в рамках искусственного интеллекта, должны проходить валидацию, должны использоваться только качественные данные? Как должна может быть эта валидация осуществляться? Или может быть этого не требуется? Можно использовать любые данные и искусственный интеллект уже сам будет вырабатывать результат. Пожалуйста. Римма, спасибо большое за вопрос. Так, в своем выступлении я хотел бы наверное в целом порассуждать про валидацию медицинских данных без погружения в какие-то глубины. Итак, что такое валидация данных? Она призывает, что мы проверяем насколько качественные, точные, достоверные наши данные. Рассуждать о подвидах достоверности, валидированности можно много, но если вкратце ее можно разделить наверное на две. Во-первых, медицинские данные, которые мы видим, они правдивые или нет? Тот возраст, вес, который мы видим, он такой или нет? Это первый уровень. Второй уровень. Данные, договоримся, что они правильные, они в стандартном способе написаны, соответствуют стандартам, данные по возрасту написаны в той ячейке, где возраст должен быть или нет? Или может быть все данные не структурированы, сгруппированы в одной ячейке, когда это невозможно анализировать машинными способами? Это другая степень валидации. На вопрос, нужно ли валидировать медицинские данные, вопрос однозначно утвердительный. Почему их надо? Потому что мы понимаем, что в реальной системе стопроцентный качественный сбор данных невозможен. Он так или иначе будет. Какие-то погрешности, какие-то ошибки, да даже несоответствие стандартов. Одно учреждение работает по, может быть, немножечко устаревшим стандартам, другое по новым. Это уже можно сказать, что немножечко данные не соответствуют друг другу. Они уже не единообразны и в этом плане они уже требуют валидации. И это то, что касается рутинно собираемых данных. Но когда мы говорим про искусственный интеллект, особенно те, кто в это погружен, ему, как правило, тех данных, что собираются рутинно, самых обычных, самых общих, широких, недостаточно. Как правило, нужны какие-то новые данные. А если мы собираем новые данные, то вероятность ошибок повышается кратно. Вот при подготовке к данному выступлению я консультировался с коллегой, который в прошлом работал клиническим монитором. Это что значит? Это в рамках клинических исследований. Медицинские центры исследуемый лекарственный препарат дают людям информацию об этом назначении заносят в свои базы данных и так далее. И вот там чистота и вероятность ошибок такая, что система выработала такое решение, что исследовательская организация должна высылать мониторов, аудиторов, которые выезжают в учреждения, которые принимают участие в исследовании, даже если на другом конце России, и проверяют, а действительно ли то, что отправили врачи в центр, соответствует тому, что было. Они сверяют бумажные там варианты, например, с тем, что было отправлено в центр и выявляют много ошибок. Таким образом, даже ошибки есть сейчас, а если мы будем расширять спектр знаний, этих ошибок станет еще больше. И поэтому данные нуждаются в проверке. Дальше в своей презентации я подготовил небольшую, несложную презентацию. Я хотел, наверное, порассуждать, не давать готовых ответов, а только порассуждать, на каком этапе и в каком объеме должна проводиться эта самая валидация. Я подготовил такую-то вот, в принципе, я думаю, универсальную, несложную модельку. Она состоит из трех этапов. У нас есть поставщик данных, кто ее генерирует, ну, медицинское учреждение, например. Потом агрегатор данных, тот, кто эти данные собирает. Это может быть ЕГИСССР, может быть, какой-то там регистр, частный агрегатор и потребитель данных. То есть, например, в данном случае это исследовательская организация, которая будет на основе этого делать какой-то продукт на основе искусственного интеллекта. И внизу вы там видите такого щурящегося Ленарда Ди Каприо. Это вот такой прищур, типа мы видим данные, а вы точно хорошие, может быть, вас нужно провалидировать. Вот. Отвечая, может быть, на вопрос заранее, где на этих этапах должна быть валидация. Да на самом деле она должна быть на всех этапах. Другой вопрос, в каком объеме и где основной фокус. Далее, на нескольких слайдах я разберу, наверное, такие крайние ситуации, когда валидация проводится только на одном из этапов данного процесса. Итак, начнем. Может быть, тот, который кажется самым очевидным, ну вот ЕГИСССР, допустим, будет собирать данные по всем учреждениям страны, вот пусть он и проверяет эти данные. С одной стороны, кажется удобным. К нему же все стекается, ему это все и проверять. И он всем будет отправлять одинаковые данные, качественные. Идея вроде бы хорошая, но есть некоторые сложности. Объем данных будет очень и очень большим. Скорее всего, в режиме реального времени обрабатывать это будет невозможно. А в таком случае нужна ли нам такая система, которая будет отдавать запаздыванием, которая еще будет, скорее всего, очень большим. Ладно, выявили ошибку. Следующий пункт. Выявили ошибку. Дальше что? Назад в медицинское учреждение отправляем. Ух, тогда я чувствую, сбор данных очень сильно затянется. Общение с медучреждениями по исправлению данных может быть очень долгим. И, наконец, последнее. Данные иногда будут простые, по возрасту, полу и так далее, а иногда очень сложные. На все ли эти сотни, если не тысячи показателей, которые будет собирать эта система, у проверяющих есть спецификации, как их проверять, и люди, которые будут все это сверять. Поэтому поехали дальше, посмотрим, что у нас при проверке на других этапах. Если проверка будет на уровне медицинских учреждений, ну тут, кажется, тоже логично, хорошо. Медицинские учреждения отправляют данные, но они же должны убедиться в том, что они хорошие. Тогда они избавят центр от необходимости их там как-то сильно перепроверять. И действительно, это вполне очевидно, сейчас такое есть. При вводе какой-то информации в медицинские информационные системы, при их отправке через СЭМ, да и другие пути, действительно, есть какой-то уровень формата логического контроля, где там, где нужны цифры, нельзя писать текст. Или наоборот. Но он ограничен. Тотальная валидация только на уровне медицинских учреждений тоже сопряжена с рядом рисков. В частности, опять-таки, перепроверка всех тех, всего того огромнейшего массива данных, что ежедневно генерирует медицинские учреждения, опять-таки, требует очень много усилий. Это медицинское учреждение направлено на оказание медицинской помощи, а не на генерацию данных в первую очередь. К этому в конце презентации я еще все-таки вернусь. А во-вторых, потом, другой момент, их может быть, моментов на самом деле много, я, наверное, таких вот самых очевидных для себя. А если учреждение пользуется, не знаю, устаревшим оборудованием, которое не соответствует лучшим там мировым практикам, вот, но у него есть там этот старый, я не знаю, там какой-нибудь КТ, который в устаревшем формате анализирует им, хватает. А то, что системе нужны современные, но это не их проблема. И вот они вынуждены будут как-то решать эти проблемы. И пойдем, наверное, на последний этап, когда потребитель данных проверяет, но без этого никак. Вот. Тут единственная, наверное, проблема, что если они все-таки выявили ошибку, то, конечно, они могли бы, наверное, теоретически обратиться к агрегатору данных, который их, может быть, даже бы связал с медицинским учреждением, а вот эти вот данные правильные, но это, на мой взгляд, очень малореалистично. Вот. Поэтому, может быть, выражая свое мнение по поводу того, все ли нужно данные брать или выбирать только лучшие из них, я бы ответил следующим образом, что, ну, с первой, с первой, как бы, точки зрения, наверное, нужно отбирать только достаточно качественные данные, достаточно полные. Вот. Но, с другой стороны, наверное, это еще частично зависит от тех алгоритмов, с помощью которых вы будете обрабатывать. Если эти алгоритмы очень чувствительны к пропускам в данных, то, конечно, здесь нужна строжайшая выборка только тех данных, которые соответствуют всем критериям качества для данной модели. Если допустимо какие-то погрешности, что-то можно, данные какие-то пропустить, не вводить, то тогда да. Но это касается только пропусков, а не неправильных данных. Здесь однозначно неправильные данные вводить нельзя, потому что на основе их искусственный интеллект выучит неправильные правила и будет давать неправильные рекомендации. И так, мы с вами закончили как бы обзор, что будет, если мы будем валидировать только на одном этапе. Теперь я на следующих двух слайдах представил две с моей точки зрения немножечко различающиеся принципиальные модели, а как же все-таки может быть организована у нас валидация. Начну опять-таки, когда у нас главной валидацией занимается центр условный EGIS-EZ, агрегатор данных. У нас здесь как бы противоположно есть, наверное, такие два пути. Первый, который у нас потребует, может быть, не особо больших усилий и таких средних инвестиций, когда мы действительно его вырабатываем такие правила, чтобы система действительно проверяла какой-то ограниченный набор данных, которых никто уже не будет сомневаться и глубоко перепроверять их не нужно. В целом система, наверное, для каких-то целей может работать, однако, в целом, я боюсь, ее не хватит. Все необходимые данные валидировать она не сможет, а, соответственно, ее польза будет ограниченная и затраченные усилия, может быть, даже пропадут впустую. И второй вариант. Мы возьмем все показатели или, наверное, практически все показатели, чтобы все получали единые качественные данные. Но на реализацию такого мероприятия, мне кажется, нужно очень много денег, очень много времени, потому что это нужно разобраться, кому какие данные нужны. А все ли медицинские учреждения могут собирать эти стандартизированные данные и так далее. К чему я подвожу, что, скорее всего, и искренне, с моей точки зрения, эта идея утопичная. И в итоге все равно с течением времени окажется, что те данные, которые заложены в эту систему, их не хватает, появляются новые проблемы, выявляются новые гены, новые биомаркеры, ее все равно не хватит. И поэтому система будет иметь ограниченную пользу. Теперь расскажу о второй модели, которая, мне кажется, более реалистичная которая, собственно, реализуется сейчас, от которой, как я понимаю, хотят отойти, но, видимо, еще не скоро мы от нее отойдем. Когда у нас агрегатор и первичный потребитель данных, он объединен в одном лице. При этом между агрегатором и поставщиком данным налажена четкая взаимосвязь. Те данные, которые собирает агрегатор, есть правила их сбора, там очерчен конкретный перечень показателей, он договаривается с этим учреждением или там по-разному, предписывает ему, обучает его и после этого получает от них данные. Если что-то там не так, он возвращается к этому учреждению и уже с ним обсуждает, что вот здесь что-то вроде бы не так, здесь точно так и так далее. Примерами таких, как бы я их назвал, неселективных агрегаторов являются, что сейчас у нас? Это системы сбора статистической информации на уровне государства. Там есть определенные правила, как собирать показатели и со всей страны эти ведомства там Росстат и так далее собирают. Более, не знаю, такой для меня более близкий пример это система сбора данных по онкологической помощи. Институт имени Герцена собирает онкологические данные по всей стране, я точно знаю, у него есть правила, инструкции, как собирать данные по стране. Вот, он собственно даже в своих сборниках часть из них там публикует, описывает, как это все происходило. Другие примеры такой модели это современные клинические исследования, когда организатор составляет протокол прописывать там какие данные как они должны собираться и потом медицинские центры участвующие в этом исследовании собирают данные в соответствии с этими правилами. Также к этому наверное можно отнести регистры. Подытоживая, это на мой взгляд сейчас самый оптимальный вариант, он максимально индивидуализирован, он максимально повышает качество конкретного набора данных, но кому-то он может показаться немножко устаревшим, громоздким, но с моей стороны я пока ничего лучше не вижу. И это наверное мой комментарий на то как же собирать данные. Мне кажется, что должны быть несколько агрегаторов специализированных и они мне кажется смогут решить часть проблем, те, о которых предыдущие спикеры рассказывали. Ну плюс это тема для дискуссии. И последний слайд, там я наверное хотел поделиться общими своими мыслями. Мне кажется, что разговоры про обезличивание и так далее, про правила сбора данных должны регулироваться в том числе таким может быть неожиданным здесь документом, как Хельсинская декларация, согласно которой одному из пунктов интересы общества, научные интересы медицинские не должны привилировать над правом индивидуального человека. Если то, что мы внедряем, тот сбор данных вредит оказанию медицинской помощи, отвлекает пациента врача, мешает врачу качественно оказывать помощь, такие инструменты неэтичны и их реализовывать нельзя. Далее более такие мелкие мысли, что во-первых любой сбор данных должен иметь какую-то цель. Нельзя просто сказать ну неплохо бы собрать вот там 200 каких-то показателей, ну наверное они кому-то пригодятся. Сначала нужно точно понять, зачем нам нужен этот показатель, только потом его уже внедрять. Далее за вот эти системы сбора данных и так далее кто-то должен платить. И тут нужно выясниться кто на это согласен. Конечно все хотели бы чтобы это было государство, но государство согласно на это. И наверное последнее может быть в IT это не так принято как в медицине, но при разработке медицинских технологий на основе искусственного интеллекта и так далее не хватает сейчас публикаций. В клинической медицине принято что там по любому чиху по любому лекарственному препарату есть куча публикаций с клиническими исследованиями и так далее. Сейчас же есть такой недостаток к мероприятию. Я в том числе смотрел сборник который выпустил недавно оно цифровая экономика по примерам применения цифровых технологий здравоохранения там очень правильно были приведены данные по эффективности то есть не то что наше приложение может вот это вот это там написано конкретно как оно действует на систему здравоохранения что оно помогает привнести вот но к сожалению абсолютное большинство этих ссылок были либо на сайты производителя либо комментарии производителя либо какие-то другие агрегаторы но лишь в меньшинстве случаев это были публикации поэтому общий такой призыв больше публикуйте свои результаты и не только то как действует ваш цифровой продукт а то как вы его делали какие методы вы применяли какие данные вы собирали откуда каков портрет тех пациентов на которых вы это изучали тогда это повысит доверие врачей к этих данных и ускорит их внедрение наверное это то что я хотел сказать спасибо большое спасибо Филипп действительно очень интересно посмотреть такие рассуждения сейчас представляется что мы находимся на такой стадии что нам нужно больше обсуждать такие вопросы для того чтобы прийти к какому-то правильному уже решению данной проблемы может быть для уже более эффективного развития искусственного интеллекта в медицине и я бы хотела здесь задать вопрос уже Борису Валентиновичу подскажите как вы видите модель валидации согласны ли вы с предложенными или рассуждениями Филиппа да я с ними в общем согласен а можно вернуть презентацию на секунду вот предпоследний с агрегатором дело в том что вот этот слайд мне очень напомнил то чем мы с Римой занимались полтора года потому что вот этот да пожалуйста потому что вот именно эту модель пыталась заложить в свой экспериментальный правовой режим компания датаматрикс которая собственно говоря предложила экспериментальный правовой режим по обработке данных и концепция у них была именно такая то есть они как агрегаторы работали с поставщиками данных обеспечивали соответствующее обезличивание защиту данных но самое главное что в этой ситуации они собирали данных для конкретных целей и поэтому качество этих данных обеспечение качества этих данных работа с поставщиками была их непосредственной обязанностью и кстати сказать это был один из элементов спора с Минздравом потому что на очередной итерации когда этот экспериментальный правовой режим был отвергнут Минздрав когда они выполнили все требования по обезличиванию Минздрав сказал а как вы будете проверять качество этих данных когда они уже обезличены ну на что коллеги сказали что это наш коммерческий интерес мы собираем эти данные именно для того чтобы их обрабатывать и мы заинтересованы и мы будем работать с поставщиками обеспечивая качество в том числе и посылая мониторов когда вы говорили о мониторах клинических исследований что делают мониторы они приезжают в эту организацию и проверяют насколько качественно врачи заполняют эти данные потому что мы как бы знаем что пациента нужно обследовать там три раза в течение шести месяцев раз в два месяца а данные реально врачи заполняют в ночь перед приездом монитора и откуда они их берут ну все мониторы это хорошо знают будем честными вот так вот вопрос именно в том что обеспечение качества должно было быть реализовано вот здесь агрегатором но агрегатор не получил право на сбор этих данных от разных поставщиков данных так что у нас здесь пересекается несколько проблем проблеме качества мешает проблема защиты данных и наоборот ну а возвращаясь к предыдущему слайду где речь идет об использовании данных из ЕГИСИЗ то там контроль данных реально производится так как вы говорили то есть там осуществляется формально логический контроль то есть чтобы значение пола не было то есть этого самого возраста не было 500 лет а значение веса не было 700 килограмм то есть вот такого рода формально логический контроль там осуществляется и кстати И, кстати, поставщикам данных тут же возвращаются, и непроверенные данные. Поэтому вопрос взаимодействия с медицинскими организациями в ЕГИССЗ очень часто затягивается. Но в истории с ЕГИССЗ, мне кажется, что мы многократно обсуждали историю о том, что данные из ЕГИССЗ были бы очень интересны компаниям, которые обрабатывают данные. Но очень многие из коллег всегда говорят, что, к сожалению, на сегодняшний день в ЕГИССЗ данные, ну, скажем так, обладающие малой ценностью. И повод к этому очень простой. ЕГИССЗ собирает данные, но никому не дает их в обработку. Поэтому, когда ты собираешь данные, которые никто не смотрит и никто не читает, можно собирать любые данные. К сожалению, у нас есть такой лозунг, что качество писателей проверяется читателями. Если вы пишете, сколько бы вы ни писали, если вас никто не читает, качество ваше, написанное вами, в общем, может быть любым. И пока ЕГИССЗ не придумает механизм, с помощью которого эти данные будут предоставляться, и, соответственно, пользователи этих данных будут проверять их качество реально в своей работе, ну, все, наверное, так и останется. Валидируй, не валидируй. А можно такой вопрос и комментарий? Потому что у нас тоже возникал, Кирилл, наверное, вы в основном говорили, да, по качеству данных и про их разметку и так далее. Например, когда мы обращались к опыту, в том числе американскому, и чего не было у нас, ну, по понятным причинам, очень много возникал вопрос также валидации, собственно говоря, датасетов на возможные искажения выборки. У них это огромная проблема, потому что там на разные методы лечения, например, там, грубо говоря, афроамериканцы белые реагируют сильно по-разному. У нас такая проблема, возможно, не стоит так остро, но проблема искажения выборки все равно весьма присутствует. Как вот с этим справиться? Вопрос очень хороший, во многом еще, к сожалению, научный. Но именно поэтому я, когда последний комментарий давал, когда описываете, какую популяцию вы брали, я имел в виду именно это. В целом клиницисты с этой проблемой знакомы. Когда мы говорим про клинические данные, вот если совсем глобально говорить, результаты клинических исследований должны быть достоверны. Достоверность делится на внешнюю достоверность и на внутреннюю. Внешне это про то, что те пациенты, для которых мы планируем применять лекарственный препарат, на этих же пациентах и изучались. Поэтому, думаю, сейчас немножко не тот формат, что углубляться в такую науку, но в целом способы решения этого есть. И я думаю, что разработчикам цифровых продуктов нужно просто, чтобы с ними поделились опытом чистые клиницисты. Ну, в смысле, те, кто проводит клинические исследования. Ну, вот эта тема БАИСа, о которой мы говорим о искажении данных, вот она в вашем докладе была упомянута. Вот вы, например, сказали, что, допустим, данные собираются с устаревшего томографа. Но если действительно в федеральном центре стоит самый современный томограф, но он такой один, то нам скорее нужно собирать данные с устаревших томографов во всей системе здравоохранения, потому что нам нужны скорее эти данные. Поэтому здесь мы реально должны смотреть на то, как и кем эти данные будут использоваться и, соответственно, эти данные собирать. Проблема искажения не только в расовом отношении, как у американцев, но и в территориальном отношении, как у нас, она существует. Спасибо, коллеги, за столь оживленную дискуссию. Действительно, вопрос очень важный, потому что он может повлиять на вообще исход, вообще развитие искусственного интеллекта, и не только в медицине, на самом деле, а во всех чувствительных сферах. Вот, но переходя от агрегаторов данных... Римма, извините, пожалуйста, еще немножечко пришла в голову мысль. Конечно, если у вас есть комментарии, абсолютно без рук, без этих можете включать микрофон. Смотрите, у любого лекарственного препарата в инструкции есть показания, кому именно он показан. Вот, соответственно, точно так же, мне кажется, отчасти можно решить вот проблему, которую подняли, на ком изучали, у тех, и применяете эту медицинскую технологию. Если она, конечно, специфична, вот, если это не салфетки, то тут, наверное, вряд ли, неважно, какая у тебя черная, светлая кожа. А вот в отношении, может быть, более специфических, то там, да, на ком изучали, на тех и применяете дальше. Принцип таков. Спасибо, Филипп. И вот вы действительно вообще вот в этой всей системе валидации упомянули вот как раз такого субъекта, как агрегатора данных. И на самом деле вопрос такой интересный, а какова же правовая природа вот этого агрегатора данных, кем он может быть, что за институт. И здесь я бы хотела на самом деле дать слово Марату, который расскажет об очень интересном кейсе такого потенциально экспериментального правового режима, который сейчас находится в разработке. Это экспериментальный правовый режим цифровых посредников, дата посредников. И он чем-то очень схож с этим институтом агрегатора данных. Вот, поэтому, Марат, пожалуйста, тебе слово. Да, Римма, спасибо. Коллеги, добрый день. Смотрите, тут на самом деле, помимо даже вот агрегатора данных, очень много проблем, которые уже сегодня были озвучены в отношении медицинских данных, они также релевантны в целом про данные. Как уже Карен правильно сказал, без решения вопроса про обезличивание, про 152 ФЗ, в принципе, мы и проблему там условно сбора и обогащения медицинских данных тоже не решим. Поэтому сегодня я вот как раз, да, хотел рассказать об одном из направлений, как мы предлагаем эту проблему решить. И вот, соответственно, мы, основная наша идея заключается в том, чтобы на рынке появились специализированные дата-посредники, которые бы смогли профессионально и безопасно агрегировать, соответственно, такие данные, готовить их для разработчиков искусственного интеллекта и, соответственно, предоставлять им доступ для аналитики и разработки программного обеспечения либо, вот, соответственно, системы искусственного интеллекта. Какие вот мы считаем потребности помог бы закрыть доверенный посредник? Это в первую очередь появление инструмента для безопасной совместной работы с данными, а также повышение доступности данных для развития технологий искусственного интеллекта и больших данных. Кроме этого, помимо потребностей бизнеса, мы понимаем, что это также поможет для общества тем, что мы обеспечим, по сути, защиту их прав на приватность, потому что будем контролировать обезличивание, степень обезличивания, а также измерять уровень риска в каждом конкретном случае. Я чуть позже расскажу, как мы операционно это предлагаем сделать. Кроме этого, в государстве мы тоже видим, что у него есть определенная потребность в том, чтобы развивать экономику, стимулировать появление новых сервисов. Соответственно, тут мы тоже считаем, что вот такая специализированная компания могла бы, соответственно, помочь в реализации данных планов. Как мы это видим в организационную структуру такого доверенного посредника? В первую очередь, это, конечно, платформа, на которой будет осуществляться обработка обезличенных данных, в котором будет осуществляться разработка и, соответственно, аналитика данных. Оператором такой платформы в нашей схеме выступает ассоциация больших данных, независимая третья сторона, равноудаленная от всех участников рынка и государства. В чем ее будут заключаться основные функции? Это, во-первых, методическая поддержка у поставщиков данных по обезличиванию данных, то есть некий такой центр компетенции, который будет помогать поставщикам данных, владельцам данных правильно обезличивать, правильно условно агрегировать данные. И уже после этого также предполагается, что оператор будет готовить эти датасеты с точки зрения запроса разработчиков, как уже коллега передо мной тоже говорил в отношении медицинских данных. И, соответственно, вот такой вот уже обезличенный датасет проверенный будет уже предоставлять для анализа. Соответственно, поставщики данных в этой схеме участвуют тем, что предоставляют обезличенные данные. Но, кроме этого, мы также предусмотрели с учетом запроса рынка, что они будут иметь возможность контролировать использование таких данных разработчиками. То есть им будет предоставлен полный доступ к лог-файлам, которые будут логировать все действия с таким датасетом. И, соответственно, они будут условно вот… То есть вот один и тот же такой запрос, потому что на самом деле это уже, наверное, к медицинским данным в меньшей степени относится. Но еще одна потребность такая рынка в том, что они боятся обмениваться данными, потому что они боятся, что условно они передадут свои данные другому бизнесу, а он будет их использовать не в тех целях, в которых они договаривались. Поэтому вот здесь эту проблему мы тоже попытались решить. Кроме этого, на первоначальном этапе мы также предлагаем создать специальную рабочую группу, в которую войдут, соответственно, представители государственных органов, эксперты и, соответственно, представители от индустрии, которые будут в каждом конкретном случае оценивать датасеты, которые будут загружаться на платформу с точки зрения риска диабезличивания. И, соответственно, готовить рекомендации для поставщиков данных по обезличиванию, снижению риска диабезличивания. Так, про эту модель я тоже сейчас расскажу чуть подробнее. Соответственно, вот как планируется обеспечить безопасность данных на платформе. Само собой, платформа будет сертифицирована по требованиям стека для обработки персональных данных. Выгрузка данных с платформы, в принципе, будет технически невозможна, только через, там, условно, личный кабинет самого поставщика данных, где он сможет направить запрос об удалении этих данных с платформы. Данные на платформе будут храниться раздельно и могут быть объединены только в рамках интерактивной среды, если это и предусмотрен программный проект, то есть, условно, теми целями, которые закладывал поставщик данных при загрузке данных на платформу. Соответственно, на платформе возможно работать исключительно с преобразованными данными. И здесь у нас тоже есть уже наработки по тому, как мы можем оценивать риск диабезличивания таких данных. То есть, мы здесь видим два основных фактора, которые влияют на риск для обезличивания субъекта персональных данных. Это контекстный риск, то есть, то, как обрабатываются данные, какие организационные меры приняты для того, чтобы разработчики или аналитики не получили доступ, там, условно, к словарю, через который можно реидентифицировать и вообще выгрузить эти данные и обогатить их каким-то либо образом. Ну и, соответственно, сам риск данных. Мы его так называем, это чувствительность данных, сценарии, то есть, это вот характеристики конкретного датасета, который загружается на платформу, и вот те данные, которые в нем хранятся. То есть, мы тут измеряем, соответственно, количество индивидуальных записей в таком датасете, насколько через эти индивидуальные записи можно выйти на какое-то конкретное лицо. Вот. И вот, соответственно, с помощью этого мы получим числовое значение и, соответственно, уровень риска, с которым мы будем работать на платформе. Ну и да, как я уже сказал, все действия на платформе лагируются, и к этим лог-файлам предоставляется доступ как поставщиков данных, так и профильных федеральных органов исполнительной власти. Вот. И, как уже Римма сказал, на самом деле, в принципе, это общее такое описание института, но первым шагом мы предлагаем его опробировать в рамках экспериментально-правового режима. В первую очередь, опробировать алгоритмы преобразования данных, в том числе создание синтетических данных, обезличивание, криптографические способы защиты информации. И, кроме этого, также, соответственно, разработать требования к технологической инфраструктуре и организации доступа к данных в рамках доверенных посредников. Какие дальнейшие шаги, в принципе, мы предполагаем, что после апробации нашего подхода к организации доверенной третьей стороны, в принципе, на рынке, ну, условно, появятся законодательные требования к таким организациям, и на рынке смогут появляться, по сути, отраслевые датапосредники, которые будут специализироваться на конкретных видах данных. Например, вот, тема сегодняшней секции, это, по сути, медицинские данные, то есть, в принципе, на рынке может появиться специализированный датапосредник по медицинским данным, который будет специализироваться на том, как надо такие данные обезличивать, какие требования к качеству данных таких предъявлять. И вот это, в принципе, позволит условно нам как раз двигаться в сторону обогащения данных, объединения данных и построения некой аналитики на таких данных. Да, коллеги, если кратко, то вот это наша инициатива. Буду рад вопросам. Спасибо, Марат, большое. Позвольте один краткий. Маленький комментарий. Можно вернуться опять же к презентации, прошу прощения. Как бы идея очень хорошая. Вот назад, вот где квадратик, еще раз. Вот здесь, да. Очень хорошая тема и, безусловно, мне кажется, очень перспективная и правильная. Но меня смущает только один вопрос. Вот если бы вот здесь над стрелочками можно было написать, в чем состоит мотивация или стимул тех организаций, которые по этой стрелочке должны двигаться, вот это было бы очень важно, потому что у меня кажется, что над некоторыми стрелочками нет никакой мотивации. И это разрушит всю систему. Ну, если имеется в виду поставщики данных именно, то, в принципе, здесь мы видим в первую очередь их бизнес-интерес, потому что чаще всего это возможно действительно, ну, как я уже говорил, то есть вот две компании есть, они хотят какой-то попробовать эксперимент на объединенных данных, но, во-первых... У разработчиков у меня нет вопросов, вот у поставщиков, у фаивов, у рабочей группы там как-то много вопросов. Это может стать бизнесом на данных как раз-таки, то есть для разработчиков понятное дело, ну и понятное дело, что для поставщиков почему стимул идти туда? А, фаив? Ну, фаив... Я могу прокомментировать для фаива. Давай. Да, пожалуйста, Юлия, можете тогда за фаива, да, за регулятором. На самом деле у меня еще будет вопрос небольшой к Марату, с вашего позволения. А насчет выгоды для фаива, ну, я считаю, она очевидна. Это сбор данных, реальных данных, не вторичных, статистически обработанных каких-то там изнабивалок, из форм, да, извините за жаргон. Это действительно целевые, прямые, напрямую полученные данные о заболеваемости, смертности, количестве тех или иных методов лечения, поэтому я считаю, для органов управления здравоохранением это как раз данные сверхценные. Вопрос у меня такой, наверное, больше технический. Вот скажите, пожалуйста, поставщик данных обезличивает данные на себе и передает их, соответственно, на платформе. Если поставщиков много, это разные юридические лица, разные субъекты федерации, каким образом на платформе может быть достигнута некие кросс-связи, если, допустим, пациент лечился в трех субъектах федерации, получал медицинскую помощь в разных условиях, будет ли это реализовано? Ну, смотрите, тут тоже надо понимать, что, в принципе, в будущем такие же дата-пострельники, они могут стать и центром компетенции, то есть, условно говоря, они уже поймут, какие данные, в каком качестве их надо собирать и какой есть запрос от разработчиков именно. И поэтому, в принципе, вот накапливая такую компетенцию, они уже будут направлять запросы как раз-таки поставщикам данных уже с определенной методологией, с определенными требованиями. И вот как бы постепенно, мне кажется, это приведет к тому, что это все стандартизируется и вот, соответственно, уже будет обмениваться по какому-то стандарту. Я, на самом деле, на вашем месте обратила бы на это центральное внимание, потому что, ну, как показывает уже даже существующая практика, пусть она там относительно локальная, да, данных о том, кто и сколько раз лечился там за некий период в одной медицинской организации или в одном субъекте, все-таки недостаточно. Потому что маршрутизация пациентов, она может быть гораздо шире, чем один поставщик данных, да, и вот эти вот связи, их очень важно не потерять. Спасибо. Конечно. А можно еще небольшое от себя добавление? Вот, вы оговорились, что логирование, это, наверное, медицине неинтересно, дело бизнеса, вот, точно не так. Медицине очень интересно, особенно в контексте исследований реальной клинической практики. Одним из рисков, которые видят регулятор, в том, что эти данные будут, над ними будут произведены манипуляцией подтасовка в пользу спонсора. И в ситуации, когда возможности подтасовки нету, когда данные от их генерации до их предоставления в виде досье в Минздрав все четко прослеживается и у поставщика даже теоретически не будет возможности их подделать, это повысит доверие к исследованию реальной клинической практики. Поэтому тема логирования очень важная. Минздраву она тоже интересна. Да, спасибо за комментарий. Да, в принципе, как я уже сказал, в принципе, мы сейчас же тестируем вообще, в принципе, подход к созданию таких доверенных посредников и те инструменты, которые покажутся полезными, я думаю, они, в принципе, будут использоваться и в отраслевых таких вот посредниках. Поэтому, я думаю, это тоже будет учтено при разработке уже требований. Вот, со своей стороны, поддержу Марата в том смысле, что такой инструмент дата-посредников активно используется за рубежом, и нужно сказать, что чаще всего такие отраслевые дата-посредники применяются в медицинских целях. То есть это именно медицина, потому что, как многие исследователи утверждают, что спрос на данные в медицине, наверное, вот в медицине и вот для развития цифровых сервисов, это вот две главные, наверное, такие цели сбора данных дата-посредниками. Второе, для развития цифровых сервисов, это понятно для бизнеса, для развития своих сервисов, а для медицины это, безусловно, общеполезная цель, в которую заинтересованы не только разработчики компаний, но и медицинские учреждения частные, включая государство в целом, да и мировая повестка в том числе. То есть это такая общеполезная цель, которую пытаются следовать. И дата-посредники в этом смысле очень помогают, потому что поставщиков данных может быть очень много. То есть правильно упомянули, что это могут быть, например, как в штате Калифорния, дата-брокеры, которые просто собирают просто отовсюду данные, вычищают, выводят там какую-то именно медицинскую часть, которая необходима для исследователей, для обработки, для изучения искусственного интеллекта. Где-то это просто медицинские организации, которые присоединяются к дата-посредникам и создают там специальную комнату, куда выгружают данные, все делятся. Конечно, ограничивают в какой-то части там чувствительно-коммерческие данные, которыми не хотят делиться, но при этом это тоже такой обмен данных. И на самом деле уже тот опыт запуска дата-посредников, которые есть за рубежом, показывает, что дата-посредники помогают очень здорово забустить, ускорить развитие обмена данными. И это особенно важно как раз-таки в медицине, потому что, опять же, это такая социально значимая тема и очень важна. Поэтому, Марат, спасибо большое. Карен, хочешь? Я маленькую просто ремарку по поводу как раз системы здравоохранения. Действительно, один из еще, это ПТА, это фактически квази-государственные, это посредники, которые позволяют использовать не данные статистические, а данные ведомственные в, собственно говоря, такой работе. Это направление тоже активно рассматривается. Вот, кстати, поддержу Карена. В этом смысле тоже, опять же, зарубежная практика, которая является таким примером того, что уже опробировали. То есть мы уже видим какие-то статистические данные, как это реализовывается. И дата-посредники такие равноудаленные от государства и от бизнеса обеспечивают такую независимость. И в части, например, предоставления доступа этих данных разработчикам. И поэтому, опять же, в поддержку ускорения обмена данными для таких социально важных полезных целей. Но сейчас один из не менее важных примеров запусков экспериментальных правовых режимов, который напрямую связан с цифровыми медицинскими технологиями. И кажется, что его рассматривает уже, наверное, Наталья Вадимовна. Подскажите, сколько мы, наверное, года, год точно работаем над этим проектом. Вот, поэтому я, собственно, хочу передать слово Наталье Вадимовне. Она расскажет о состях. Спасибо. На самом деле, когда мы говорим о здоровье, о данных о здоровье, всегда помним о принципе «не набреди». И, наверное, именно этот принцип и лежит, в общем-то, в основе того жесткого нормативно-правового регулирования, когда мы пытаемся что-то делать в этой отрасли. Тем не менее, в системе здравоохранения есть очень интересная патчерица, мы ее так называем, это медицина труда, которая имеет различный источник финансирования, различных других совершенно ответственных за проведение различных исследований, сбора данных, их предоставления контролирующему органу, потому что формируется государственное обязательное требование к проведению таких медицинских осмотров, связанных с трудом. И это очень интересная отрасль. На самом деле, наверное, Россия здесь может быть лидером, потому что такое российское трудовое законодательство, оно уникальное на самом деле, нет в стране, в мире ни одной такой страны, которая бы предоставляла такие права социальной защиты гражданам. И не то, что это там прописано в Конституции общими словами, а это очень конкретные статьи КААПа, за которыми стоят очень конкретные цифры, деньги, это очень конкретный рынок. Ну вот если говорить о том, что это за рынок, то вот на самом деле самые простые цифры. Диспансеризации профилактических осмотров в год в России проводятся в 36 миллионов таких исследований. А предварительных и периодических медицинских осмотров, которые обязаны проводить работодатели, а их у нас около 5 миллионов, 32 миллиона в год практически сопоставимые объемы исследований. При этом ежедневно работники, которые заняты на рабочих местах с опасными и вредными производственными факторами, обязаны проходить еще предсменные, послесмены, внутрисменные медицинские осмотры. И, собственно, для их проведения работодатель может иметь свою медицинскую службу. Мы о многих таких кейсах знаем. Крупная компания имеет ведомственную медицину, на самом деле, которая и осуществляет такой медицинский сервис для своих работников и, в общем-то, предоставляет для федеральной службы, которая осуществляет контрольный надзор за этой деятельностью, полный комплект, пакет документов. Я хотела сказать о нашем даже проекте. Мы им занимаемся 7 лет. И это 7 лет старта, когда в России более чем в 40 регионах стартовали медицинские осмотры с использованием медицинских изделий для медицинского контроля. Но при очном присутствии медика и крупнейшие компании, обрабатывающие и области в энергетике, атомного строительства, подземные работы используют эти приборы и имеют достаточно большой накопленный опыт. Однако отставало регулирование, и на самом деле в декабре прошлого года пришло постановление, федеральный закон под елку 629, который наконец узаконил дистанционно-медицинский контроль в проведении предсменных осмотров с использованием таких медицинских изделий. Понимая, что 5 миллионов корпоративных информационных систем не могут передавать в ЕГИССЗ без каких-то сломок, поломок и утечки данных, и все, о чем сегодня говорили, и о качестве, и о контенте данных, ну, о валидации, понятно, что это, наверное, нереальная история, мы задумывались о том, что в государстве должен быть некий доверенное лицо, доверенная среда, некий оператор, который мог бы взаимодействовать с корпоративными информационными системами. Благодаря, наверное, такой системе социальной заботы о работающем населении, этой системе 80 лет, она имеет очень отстроенное методологическое сопровождение, привязанное ко всем нарушениям в рублях. Достаточно много судов идет, когда судятся работодатели с контролирующими органами за несоблюдение требований обязательных, поэтому здесь особенного труда не составляла автоматизация. Но вот оптимизация этих процессов, она, конечно, заставила нас много и долго поработать. Мы, собственно, понимаем, что при создании такого оператора для того, чтобы государство необходимо, потому что государство продолжает контролировать работодателей в части выполнения этих медицинских осмотров, с несколько новой позиции, она новая, она начала обсуждаться только в этом году, есть на это поручение правительства о том, чтобы привязать государственный кэшбэк или надбавки тарифам социального страхования в части результатов периодических осмотров. Итак, впервые регулятор начинает рассчитывать тарифы не только по объявлению основного экономического вида деятельности, который работодатели, как правило, заявляют при открытии компании, но и затем, какое количество работников должно пройти периодические осмотры, сколько проходят эти осмотры, количество, и теперь появляются, какие же там категории риска возникновению работников в профзаболевании имеются. И делят государство эту группу, категории, вот в соответствии с правительством приказа Министерства здравоохранения, который обсуждался на регулейшн, но так и не получил своего дальнейшего продвижения. Сейчас вернулись к этому приказу, и, собственно, ожидается его принятие, но уже в новой истории с возможностью использования искусственного интеллекта, который помог бы пропатологам за две минуты осмотра работников, не больше, не шесть минут, а две минуты, помог бы пропатологам поставить в результате периодического осмотра непривычный для нас всех диагноз, связанный с группой здоровья, с основным заболеванием и сопутствующими заболеваниями, а впервые оценить категорию риска возникновения профессионального заболевания у работника. Понятно, что появляется очень высокий уровень мотивации у работодателей контролировать такие позиции, с одной стороны, а с другой стороны, как и была, на самом деле существовала такая история заинтересованности у ряда работников, у которых имеют, например, члены летных экипажей, хотят работать и имеют высокооплачиваемую работу, которая очень зависит от результатов периодических осмотров. И, имея какие-то изменения в состоянии здоровья, как правило, такие работники вообще не обращаются в систему здравоохранения, лечатся в частных компаниях, в интернете и так дальше, за рубежом, где только могут. Иногда даже скрывают то, что они прошли шунтирование где-то за рубежом. И наши медики при периодических осмотрах, благо, Росавиация имеет очень серьезную, профессиональных медицинских специалистов, которые осуществляют этот контроль за здоровьем, обнаруживают наличие таких имплантов в организме, у таких работников. Поэтому есть, существует такое влияние работников на недосказанность медикам о своих жалобах или о каких-то своих проблемах они их скрывают. Ну и третья история, это, безусловно, контрольно-надзорные органы, которые стремятся не столько кэшбэком заниматься, а собирать все-таки налоги. И, в общем-то, повышать тарифы за то, что, собственно, наверное, не совсем все хорошо с производственных процессов. Я могу сказать, что нам помогает в этой истории новая глава, десятая глава Трудового кодекса, которая ввела право, ну, скажем так, ввести видео-аудиостриминг производственных процессов, ввела возможность, и с 1 марта работодатели получили возможность ввести, оформлять кадровые документы в электронном виде и обмениваться с информационными системами. И все это подвело к тому, что на самом деле рынок очень перегрет сейчас, и ожидается бурный его рост, потому что крупнейшие компании отработали с известными зарубежными компаниями, САПом, например, которые, безусловно, налаживали эту систему своего контроля за здоровьем своих работников с помощью зарубежных технологий, их решения этих компаний. Сейчас они переходят в рамках достижения технологического суверенитета России на российские решения. И все это сейчас идет очень мощно и активно. Так вот, мы полагаем, что периодически пересменные осмотры, они должны иметь статус мониторинга, который мог бы позволять обогащать данные для периодических осмотров принятия решения врачами в очень быстрое, усеченное время слоты и давать, собственно, такой контент, по которому уже было очень просто определить эту категорию риска. В нашем варианте это социально-страховой профиль, который формируется с учетом трудовой траектории и, собственно, с учетом факторов образа жизни, анализа трудового стажа, потому что известно, что воздействие вредных факторов, они приводят к ухудшению качества здоровья работника, но при этом никто на сегодня не умеет, к сожалению, и не у нас в стране, и за рубежом неизвестны такие решения, которые могли бы теорема Луша, которая была озвучена в 1953 году французским доктором, который занимался медициной труда, о том, что в человеческой жизни 50% влияние оказывает генетика, 30% образ жизни, и только 20% система охраны здоровья. Так вот, в нашей ситуации, когда определяется категория, и когда так много факторов, которые влияют на эту категорию, безусловно, разобраться без искусственного интеллекта обучения таких алгоритмов не представляется возможным. Мы предусмотрели у оператора, вот все, что сегодня обсуждалось, наверное, это впервые опять-таки такие же решения для России, ну, во всяком случае, в системе здравоохранения. Это, во-первых, обязательность сбора данных цифровых датчиков, минуя руку медицинского персонала, их хранение на сервисе, обогащение уже данными из ИГСЗ, из систем оценки условий труда и других систем социального профиля правительства. И только после этого для интерпретации, потому что в этой системе медики работают дистанционно, интерпретируют эти данные, не устанавливают диагноз, чем тоже очень интересная особенность этого бешенка на торте этого проекта. Здесь не устанавливается диагноз, здесь идет интерпретация данных по решению возможности допуска работника к трудовой функции, либо недопуска. Поэтому нам кажется, что это очень хорошая песочница для возможности правильных отработок всех алгоритмов сбора, хранения, обогащения и так дальше этих данных. Поэтому это первая история. Вторая история, она связана с тем, что теперь биометрические аутентификации приходят из Винтеха в соцтех. Впервые биометрию получает регулирование и оценку регулятора для ее использования в производственных процессах. Не секрет, что работодатели уже давно используют биометрию, но в системах контроля допуска на территорию, контроля рабочего времени отдыха. Но такого регулирования, разрешающего в соответствии с действующим законодательством использовать эту биометрию не было. Поэтому мы создали такой претендент. Сейчас идет обсуждение с нашими службами и Минцифрой, собственно, как это будет позволено работодателям, учитывая, что у нас ГИС и ЕБС – это единственное место, где могут храниться данные эти, то как это будет использовать огромное количество, 32 миллиона работников будут пользоваться этой историей. Поэтому мы считаем, что такой эксплуатальный режим очень важный, он первый только шаг. Остальная история, конечно, связана с использованием машинного обучения, алгоритма. Мы знаем все параметры за 80 лет, что мы хотим увидеть, что мы отслеживаем, но при этом точно не знаем, как эти факторы влияют на каждого конкретного работника, с тем, чтобы можно было, собственно, использовать модель актуарных расчетов. Поэтому мы полагаем, что применение технологий искусственного интеллекта для категорирования индивидуальных рисков развития профессиональных заболеваний у работников обеспечит наш социальный блок правительства и применение модели актуарных расчетов для контроля и управления исполнимостью сбалансированности бюджета социального фонда. И второе, использование из таких технологий, безусловно, изменит поведение пользователя. Прежде всего, это работодатель, который не хочет и уже сейчас не хочет тратить деньги. Могу сказать, что такая цифра известная, что на рубль вложенных денег в охрану труда работодатель получает вместе и государство, и работник всего лишь отдачу на 28 копеек. Использование, безусловно, искусственного интеллекта увеличит это в десятки раз. Поэтому нам кажется, что такой проект должен стартовать. Мы очень надеемся, что общими усилиями бизнеса такой экспериментальный режим стартует в этом году. Ну и очень надеемся на то, что и работники, и их поведение тоже будет изменено в той части, что они теперь будут получать не только такие данные о своих показателях, но и смогут корректировать очень быстро в режиме одного дня, работая с центрами персональных медицинских помощников. Я хочу поправить, на самом деле, Игорь Иванович, есть все-таки один экспериментальный режим, который в прошлом году получил свою путевку в жизнь. Это персональные медицинские помощники, и будут интеграции именно с ними. То есть тех данных, когда бесплатно, за деньги работодателя, для государства, работник измеряет как минимум два раза в день артериальное давление, не брать эти данные, особенно в этих условиях экономических, это большая непозволительная роскошь, ошибка. Спасибо. Спасибо, Наталья Вадимовна. На самом деле, если вернуться к тому, что мы говорили в самом начале, о том, что действительно сейчас существуют большие массивы данных, и вот пример того, что есть цифровые технологии, искусственный интеллект, который позволяет эти данные обрабатывать и использовать как раз для развития здравоохранения, и, соответственно, есть какие-то вопросы, которые нужно донастроить, а для этой донастройки есть экспериментальные правовые режимы. И я думаю, что таким образом, резюмируя, нужно сказать, что все у нас хорошо, главное, чтобы экспериментальные правовые... да, будет еще лучше. Главное, чтобы экспериментальные правовые режимы запускались. Поэтому спасибо большое нашим гостям-спикерам, спасибо тем, кто был. Вот, до свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ